Женя, вот я хотела как раз, вот вы начали с этого заявления Резникова, а совсем недавно, если я правильно помню, Владимир Зеленский как раз говорил ровно наоборот, что они не могут начать никак контрнаступление, потому что они пока не получают в должной степени дальнобойного оружия, которое им необходимо, Украине необходимо для того, чтобы это контрнаступление начать. Вообще мой вопрос женский, может быть, вы на него ответите. Правильно ли вообще заявлять о дате контрнаступления во время войны? Здесь все равно наверняка есть, работают какие-то другие механизмы оповещения и другие механизмы информации, скажем так. Насколько это можно точно называть дату, особенно когда речь идет о столь статусных людях, как президент страны или министр обороны? Ну, смотрите, я, во-первых, хочу сказать, что не знаю, как вы, а я контрнаступление в СССР жду с нетерпением. Конечно. И, что называется, держу кулачки, пальцы скрещены. Я очень хочу, чтобы это контрнаступление завершилось бы разгромом оккупационной российской армии. Вот сразу, господа, нравится нам или нет, но я убежденный пораженец. Я уверен в том, что только разгром российской армии может привести вас, тех, кто живет в России, вернуть вас в нормальное существование. Если вы не понимаете, что вы существуете в ненормальном, мне вас очень жалко. То Россия может прийти в нормальное, прежнее состояние только в том случае, если Путин будет разгромлен и побежден. Вот так вот. А что касается разного рода заявлений, ну, смотрите. Во-первых, я считаю, что все эти заявления очень часто имеют своей целью поставить, если угодно, информационную дымовую завесу. Ну, я несколько раз уже приводил этот пример, который просто меня потряс. Как официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на голубом глазу заявлял, что во время нынешней поездки Байдена в Европу, в Польшу, никакого визита в Украину, в Киев не предусмотрено. Не предусмотрено, простите. Не предусматривается. И сказал он это ровно в ту минуту, когда самолет Байдена подлетал уже к базе «Раймштайн», где должен был совершить дозаправку и перелететь дальше в польский «Жешу». И оттуда уже Байден поехал в Киев. Буквально за несколько часов до того, как Байден пересек границу Украины, его представитель от Совета национальной безопасности заявлял ровно наоборот. Ну и поэтому очень часто все эти заявления делаются для того, чтобы просто дезориентировать противника, чтобы ввести в заблуждение врага. Ну а что касается контрнаступления, ну послушайте, когда говорят в мае, там в марте, апреле, мае, там разные даты, разные люди называли, ну это понятно, что это будет. Логика войны такова, что война ведет сейчас оборонительная, война ведет с украинскими защитниками. На истощение наступающей, точнее пытающейся наступать российская армия, она, судя по всему, захлебнулась уже это наступление ее в районе Бахмута. И вполне вероятно, что там же в районе Бахмута, или в каком-нибудь другом месте, а может быть сразу в двух местах, в двух районах боевых действий, украинские военные перейдут в наступление. Разумеется, никто сейчас точно не скажет, где это будет. На севере, в центре, на юге. Но логика войны такова, что контрнаступление неизбежно. А в условиях современной войны, знаете, даже один, два, три дня имеют значение. И, может быть, три дня назад не поступило достаточно техники, а сегодня уже вот она подошла. Субтитры создавал DimaTorzok